Друзья, я хочу сегодня одну интересную тему поднять со своими коллегами. Это тема того, насколько изменился мир и насколько слово, мужское, человеческое, политическое, перешло из одного состояния в другое. То есть слово стало чем-то эфемерным, чем-то, ну просто, словом. То есть в свое время, когда мужик давал слово или мужчина говорил о чем-то, это, естественно, трактовалось как что-то серьезное. Сейчас этого нет, коллеги хотят об этом поговорить. Прошу вас, коллеги. Ну, что сказать? А, вот вспомнил. Все-таки, как говорится, читайте классику, господа. Значит, у Германа Гесса в игре в бисер есть такое понятие филитонная эпоха. Когда просто, да, он как раз про нынешнюю эпоху говорил, да, интернет фейков, вот этого всего. Когда просто информация, новости, это набор обычных, набор бессмысленных слов. То есть наступила эта филитонная эпоха, да, а еще кто был, все кто был, а еще даже Гиде Мопассан в Милом Труке. Там тоже журналист сидел в Париже и якобы писал про войну в Африке. Хотя он даже из кабинета не выходил, да, это еще тогда говорили. Ну, типа, а тогда слово было словом. Сейчас, допустим, наши, ну, конкретно про наши стороны, да, говорю, еще как-то следят за новостями в интернете, типа информационная война. А, еще остался такой анахронизм, понятие, как информационная война, типа, надо воевать в информационной войне, отстаивать свою правду, свой голос. То есть, нет, уже все, я сейчас просто на голубом глазу можно и врать, даже, я не хотел, не то, что врать. Сейчас можно просто не обращать внимания ни на что, ни на какие там, какие-то заявления, даже мировых лидеров, там, не знаю, на какое-то общественное мнение, мировое мнение. Все это уже настолько бессмысленно, вот в эпоху постмодерна, даже не постмодерна, постмодерна, уже все бессмысленно, уже просто буршил, там, не знаю, вот такие, уже все настолько бла-бла-бла стало, да. Еще 20-30 лет назад, допустим, когда на российском телевидении шла антиазербайджанская пропаганда, все, то есть, односторонняя позиция Армении, проармянские лобби, там, да, все эти, защищали все телевизионные каналы, были за Армению. Еще как-то мы проигрывали, как-то беспокоились. Сейчас, опять же, да, вся Россия, там, от Соловьева до Собчак, все за Армян, да, но самое даже, как бы, да, такое подлое, гнилое, хотя они и есть гнилые, вот эти либералы, Шинберович, там, вот эта вся мразота, да, они все за Армян, да, и в один голос орут, Путин, веди войска. Путин, веди войска, да, в Карабах. Они точно так же, скорее всего, уже и кричали, Путин, веди войска и в Донбасс, и в Крым, веди войска, в Грузию, веди войска, да, вот ваши либералы, да. Так вот, уже настолько это все, как раз благодаря даже тому же Соловьеву, да, Кислеву, уже настолько слово стало бессмысленным, дешевым, что пускай хоть они там разорвутся. Не надо обращать на это все внимание, это уже все фуфло, все это тухта. Даже сейчас Макрон выходит, президент Франции, что-то так говорит, и просто, а пошел ты, как говорится, или там кто-то. И последнюю точку, кстати, Трамп поставил, да, позавчера с Макроном, два президента, с Байденом, два президента Великой Америки и кандидат в президенты на дебатах. Друг другу что говорят? Ты щенок, заткнись там. Даже у Соловьева на этом, даже Жириновский себе такой не позволял, не позволяет, вот так вот. Они, представляете, Рейган, что были там, не знаю, кто, Клинтон, да, вдруг начал вот так разговаривать. Ты щенок там, ты пацан, заткнись там, такие вещи там, я тебе там в рот порву. Вот, вот это все тухта, и, кстати, Путин, это прекрасно все знает, и говорит, Крым, Крым мой, все, что вы хотите сказать? То есть вот так, да, то есть типа сбил самолет, блин, говорит, а я не сбивал, нету, моих солдат нету, зеленых человечков нету, там, говорит, военкомате купили. То есть настолько сейчас все фигня, и поэтому, кстати, с одной стороны, наши просто вырубили интернет, возрубатели, сказали, все, вот так, хьяры, агириды, и идут, короче, отвоевывают свои земли, да, то есть сейчас уже не надо даже беспокоиться за какое-то там чье-то мнение, телеканал дождь там себе рвет очков, задницу, ублюдки, за армян там, да, о которых уже шизофрения началась, Пашинян это уже вообще, уже больной человек, да, шизофрения, говорит, международные террористы Азербайджана, Турции, ИГИЛ ведут геноцид армянского народа, а ты, какой геноцид, где геноцид, какой геноцид, то, что 7 оккупированных районов Азербайджан освобождает, да, где там геноцид, там, случайно там два этих, где-то взорвалось рядом со Степанакерном, там какие-то, эти, там, никто не пострадал, это геноцид на, ну, армянского народа, что ли, то есть этим самым он обесценивает и показывает, что и геноцид 15-го года, это точно такой же фейк, точно так же они на весь мир за 100 лет орали про геноцид, геноцид, типа был геноцид в Османской империи, значит, если сейчас геноцид происходит армянского народа, да, так сказать, значит, тогда точно такой же геноцид, да, то есть никакого геноцида, просто турецкая администрация просто депортировала, да, как бы выселила из зоны боевых действий армян, предателей, да, просто, да, как бы выселила, а армянщик, там, 2 миллиона, 3 миллиона человек умерло, то есть сейчас, то же самое, сейчас уже в Карабахе, там, геноцид вырезали, там, все, а, не даже, не говоря, уже в Ереване вырезают всех армянок, то есть армянская нация уже все, геноцид, она ведет экзистенциональную, хорошо Сартра читал, да, типа, он там знает, что такое экзистенция, Хайдегера, да, то есть, типа, война идет за выживание армянского народа, идите живите у себя в Ереване, там, в Армении, кто вас трогает, нафиг вы кому нужны, блин, придурки, тем более, наоборот, после того, как Азербайджан освободит Армению, как только Азербайджан освободит Карабах, через 2 года Армения расцветет, откроется граница с Турцией, с Азербайджаном, Азербайджан проведет все эти свои линии через Армению, все, Турция, то есть, огромные деньги потекут в Армении, то есть, бедные, даже грузины остаются в бедной стороне, я уверен, что армяне даже переманят вот этот трубопровод, пару трубопровод еще через себя проведут, газопроводы, трубопроводы, даже через Китай вот это все пройдет, Азербайджан, Армения и Турция, Европа, так что, ну а, с чего я начал, да, то, что не обращайте внимания на всю эту пропаганду, потому что уже даже такой вещи не существует, как пропаганда, пропаганда была, когда слово работало, информационная война была, когда слово работало, имело свою силу, сейчас все это фигня, все это фейки, если сейчас президент целой страны, Пашинян, вот такой бред несет, чушь несет, то это уже фейк, да, все это фигня, это все, если вы верите Соловьеву, то продолжайте, то для вас существует сила слова, но нормальный, здравый человек понимает, что это все пуфта, все это фигня, так что будьте свободны, и он сейчас все равно будет.